Ну а перед началом ролика я на самом-то деле просто забыл тебе рассказать про код, и код я тебе запихнул в самом начале ролика. Называется Spoke Island, который нам даёт дофига всего, аж три предмета. Даёт нам, по-моему, удачу, деньги и то ли опыт, то ли монетки, ой, то ли дамаг. Не помню точно, но удачу точно нам дали, так как у меня её не точно не было. Ну, в принципе, пользуйся. В описании этот код будет. Ну или кто-нибудь, может быть, напишет. Вот. И всем привет, с тобой Калантайка, если что, мы играем в Роблокс-игрушку под названием Anime Fighters, и вышло у нас вчера новое обновление в этой замечательной игре. В общем, что нам добавили? Нам добавили новую локу, но новая лока не как новая для старичков и для тех, кто там очень-очень сильно прокачан, а наоборот для новичков. Она с 30-го левела, все персонажи тут слабенькие, тут это как новая игра, то есть как ивент игра, как в Bubble Gum, кто помнит, как знает или как что-то чувствует. В общем, это другой прям отдельный мир, который находится в телепорте прям отдельным местом, и тут отдельная валюта. То есть мы собираем вместо наших иенов, мы собираем тут вот эти тыковки, за тыковки покупаем тут петов, и этих петов мы, получается, ну, фигачим под всем вот этим. Все эти петы у нас, конечно, есть в индексе, хорошо. Подожди, вот Spocky Island, да, есть у нас они в индексе, все, в принципе, неплохо и замечательно. Есть, конечно, некий минус, так как я уже говорил, для старичков это никакой не плюс, нифига, а вот для новичков это прям, прям офигительно. То есть они очень сильно прокачаются. Для старичков у нас не вышла новая лока, так как вышла вот эта у нас, ивент лока. И нам не знаем, чем заняться, то есть у нас теперь прокачка будет очень-очень сложная, нам дали, конечно же, x2 дамаг ивент, но это прикольно, но новую локу нам не добавили, из-за этого мы, конечно же, очень сильно просаживаемся по левелу. Теперь мы даже не знаем, что делать, но, но, и все равно, в принципе-то, интересненько, интересненькое, интересненькое обновление, которое нам, в принципе, запустили разработчики. Ну, теперь наши новички подтянутся. В этой локации у нас обычные стандартные квесты, которые надо будет всех убить и все делать, и получаем мы бейджик на иены, я даже не буду его показывать. Получаем мы с собой вот этого пета и вот такой вот бейджик, еще вот такой, получаем дополнительно, ну вот, 10% к иенам. Все, в принципе, прикольно и классно. Вот, давайте дальше еще что покажу, прикольно то, что добавили. Добавили теперь на комнаты, вот на такие комнаты у нас добавили время, это вообще классная штучка, потому что через 30-20 часов у нас будет новое обновление. То есть, теперь мы не можем, можем не гадать, когда у нас все-таки будет обновление на этой неделе, либо на следующей. Посмотрели на дверь, все понятно, то есть на следующей неделе. Наконец-то избавились с фиксом рейдов. На последней локе теперь появился у нас массив. Сегодня первый раз было за ночь, и я прям на нем поучаствовал. Мне, кстати, проспрашивали, я записывал, я говорю, нет, не записывал даже. Но все равно было это очень круто. Так, изменили у нас счет реал, но о реалах чуть попозже поговорим. Что у нас еще добавили? А, да, по-моему, все. Все, пока что все. Все, главное. Главное изменение это реала. Про реала я сейчас тебе все и расскажу. Итак, вот они изменения по поводу реала. У нас теперь реал не выдает нам вот эти вот бафы, которые у нас есть. То есть, баночка, деньги, меч, ну, дамаг. И, конечно же, лаки не выдает. Но у нас есть теперь вот такой вот реал-шоп, где можно покупать это все за гема. Гема выпадается в самом же реале. Сейчас я именно продемонстрирую. Но тут прикольно. Новая штучка появилась. У нас появился теперь daily ticket. Можно получать теперь по две штучки. Это на самом деле прикольно, но не в данный момент. Shiny Shans. Прикольная штука. Это вот на нее сейчас все копят. У меня, видишь, 1.17 уже к. И у нас еще есть всякие прикольные. То есть, теперь рейд-тикеты не выпадают с рейд, с триала, а можно только покупать. Это, конечно, минуса, но теперь можно как бы накопить этих тикетов и покупать так. Ну, то есть, если выпал хороший рейд, покупаешь так. Но на самом-то деле, вот для начала, это сейчас вот очень сильные минуса, так как мы до этого получали в триале намного больше и лучше. Но эти изменения мне, в принципе, это нравится. Некие только сейчас баги, что у нас еще идут с триалом после обновления. Но это небольшие минусы, чем вот это все. Ну, мне, в принципе, нравится магазин. Я не могу сказать, что он плохой. Но вот для начала это плохо. Плюс еще есть читеры, я, насколько знаю, очень сильные, которые по триалам носятся. И вот для них это, конечно, прям вот им вообще прям имба. То есть, они, на самом деле, грубо говоря, заморозили свои лаки-шансы. Ну, вот сейчас я тебе действительно покажу, продемонстрирую, как выпадает вот этот вот... Ну, то есть, насколько часто выпадают эти... А, я тебе не смогу показать. Подожди, я тебе сейчас поставлю на вот этих петов. То есть, сейчас уберу своих основных. Ну, не основных, у меня какая-то часть там в инкубаторе. Сейчас на коллекторов поменяю и тебе покажу. Коротенький прям такой моментик. Так, и одного пета вот такого поставлю. Все, и пойдем показывать тебе, как они выпадают, насколько... Ну, они часто, на самом деле, выпадают. Где-то приблизительно за один рейд ты... Ой, за один триал ты собираешь около 120... Ну, я лично 120-130 собираю. Ну, и выхожу с него, потому что уже там скучно, неинтересно бегать. Вот. Собираю около 120 штук. Выхожу. И, в принципе, так это нормально. То есть, это мы, получается, один тикет собираем. Но мы не собираем никакого бонуса. То есть, мы не можем собрать тикет лайки. Нужно немножко побольше, покруче вот этих наших файтерсов, чтобы они были у нас намного посильнее. Мы проходили немножко подальше бы. И тогда бы уже получали бы немножко побольше. У нас было бы поприятнее это все, повкуснее было бы это все выглядело. То есть, мы получали бы и один тикет, получается, и какой-нибудь баф. Это уже было бы неплохо. То есть, ну, так вот себе. Вот. По поводу у этого магазина, который находится в Триале, очень прикольная такая штучка есть. Там, в этом магазине мы можем покупать, получается, плюс 1% к шайне шансам. И плюс еще 1% к шайне шансам. То есть, там сейчас она стоит 1500, а второй левел этого же стоит 5000 вот этих шарлов. Поэтому в Триале мы сейчас засели надолго. Поэтому я и отправил двух своих петов назад в инкубатор. Так как это вообще не Unreal. То есть, вот сейчас я видел, видишь, выбил за 10 этих только одну штучку. Это очень мало, на самом деле. Обычно у меня где-то штучек 5 уже. Что так мало-то? Вот, выпал еще один шарт. Ну, вот они, на самом деле, они падают быстрее. Ну, то есть, чем дальше в локу идешь, тем чаще они падают. Ну, это понятное дело. Ну, и, конечно же, лучше бегать с коллекторами на них, как вот у меня. Хотя бы, ну, хотя бы со вторыми, с третьими. В общем, вот такие вот дела. Но это что касается обновления Триала. Ну, и так, как и не было, как бы не было печально всем людям, что вот обновление такое вот прям плохенькое, слабенькое, нечем заняться. Мне, в принципе, оно устраивает. То есть, любое решение разработчиков вообще, как бы, у меня всегда ассоциируется... А что бы я бы сделал бы вот с этим? Со всем. То есть, мне, в принципе, нравится. Мне не нравится, что в игре еще присутствуют читеры. И так как мы уже, как бы, не топеры, но очень достаточно сильно прокачаны, мы уже задумываемся, как нам мы будем попадать через какое-то время в топ. Но из-за того, что много читеров, в топ мы даже и не претендуем. Мы уже не претендуем, потому что, ну, пока непонятно, как туда попадать. В общем, вот такие вот дела. Но с Триалом, я уже говорил, что, на самом деле, штучка интересная. То есть, на будущее она прикольная штучка. На самом деле, вот с этими... Сначала была пауза, кто помнит, вот с этими бафами. Потом их запихнули вот сюда. Тоже прикольная штука. Ну, то есть, это уже же было хуже, вот это вот, когда сюда запихнули. А сейчас еще ухудшили. То есть, или в Триалах они меньше выпадают. Но зато теперь новички могут накопить и просто в какой-то момент потратить эти йен. То есть, для новичков я все-таки считаю, что это прикольная штука. Как бы там мне это ни звучало. С учетом того, что они тикеты могут не копить, а накопить себе на вот этот Шайни Шанс. Шайни Шанс это вообще офигительная имба. Просто для меня это просто топово. Триал Спид, вот это вот Зе Бустер. Ну, конечно... А, нет, это Бустер, да. У нас вот Триал Спид, Шайни Шанс. Вот эти вот появились Дели Тикеты. Очень прикольная штучка. Да, мне она очень сильно нравится. Вот Шайни Шанс 5К стоит. Кстати, вот тут вот можно мы будем проверять, сколько и чего стоит. Это классно. Дели Тикет прикольная штука, но стоит 2К. Поэтому для меня как-то это пока не подвластно. Но на будущее все равно неплохая штука, так как не хочется тикеты брать. Вот сейчас я взял тикет бесплатный. Слава тебе. И, господи, плиз чек, ЦК, ДСМ, ДСМИ. А, пф, хе-хе-хе. Ладно, чекну, чекну. Это, хе-хе-хе. Это Гайвер что-то на меня написывает. Окей. В принципе, все классно. Мне, мне, в принципе, это нормально нравится. Да, на будущее, то есть, ну, например, там из-за того, что читеры у нас сейчас превосходят. Это, на самом деле, будет кидать тебя в тильт. Но пока что меня устраивает, так как я не особо-то много пытаюсь сейчас играть в эту игру. А вот сейчас с обновлением побольше-больше в Petsimulator X. Как бы там странно это ни звучало. Я все-таки задумываюсь. Задумываюсь о том, что в этой игре я провожу все меньше и меньше времени. В общем, вот такие вот дела. Ну, а с тобой был Клан Тайка. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. И всем, ребята, пока-пока.